Всем привет, друзья! Как и обещал, сегодня мы рассмотрим смартфон от компании Meizu под названием 16T, который по праву претендует на звание одного из самых производительных смартфонов до 20 тысяч рублей, ведь у него на борту установлен топовый процессор Snapdragon 855, а его емкий аккумулятор на 4500 мАч в связке с Super AMOLED дисплеем должен сделать его еще и долгоиграющим топом. Покупал я его на Алиэкспресс уже после нововведений, связанных с ограничением 200 евро на посылку, поэтому дополнительно мне пришлось заплатить налог в 600 рублей к стоимости смартфона. Да, лишние деньги тратить не особо приятно, но слава богу, хоть все сделали максимально удобно и понятно. Я оплатил налог через интернет с карты, можно было бы на почте при получении, правда при этом сумма вышла бы немного выше ввиду всяких комиссий. И да, обмануть систему тут уже не получится, потому как сама площадка Алиэкспресс передает все данные на таможню, во сколько вам обошлась данная покупка. В общем, давайте посмотрим, каковы еще достоинства этого аппарата и в чем заключаются его недостатки. Вы на канале Smart Life, поехали! Комплектация скромная, в нее входит блок зарядного устройства на 9 Вольт 2 Ампера, кабель USB и microUSB, скрепка, переходник под наши розетки продавец бесплатно предоставил, ну и сам смартфон. Выпускается смартфон в трех вариациях цвета, изумрудном, огненном и темно-синем, как в моем случае. Диагональ смартфона составляет 6,5 дюймов при соотношении сторон, 18,5 к 9 и Full HD плюс разрешений. Матрица Super AMOLED, экран имеет закругление 2,5D, эллифовное покрытие на экране также есть, палец глядит отлично. В верхней части расположился разговорный динамик по центру и фронтальная камера, ну и также тут у нас присутствует индикатор событий, он у нас белого образца. Толщина нижнего подбородка составляет 4 мм и он симметричен в верхней части. Управление жестами тут реализовано, на экранной сенсорной кнопке также можно задействовать. На верхней грани имеется микрофон громкой связи либо шумоподавления. Внизу 3,5 мм джек для наушников, отвестие разговорного микрофона, разъем USB-C и перфорация разговорного динамика. С правой стороны кнопка регировки громкости и питанием, выполненная из пластика. С левой стороны лоток под две наносим карты, microSD память, к сожалению, вы расширить не сможете. Сзади видим различную ненужную информацию, надпись компании Meizu и основную камеру состоящую из трех модулей со вспышкой. Задняя крышка смартфона у нас на свету, конечно, красивая, переливается. Есть такой вот отлив, но к большому сожалению, выполнена она у нас из пластика, поэтому царапины, конечно, посадить не составит большого труда. Да и боковая грань смартфона у нас тоже выполнена из пластика, то есть металлом тут, к сожалению, и не пахнет. Но как бы касаемо сборки, никаких нареканий нет, никаких деформаций, все кнопки сидят плотно, крышка нигде не прогибается, то есть здесь у нас все в порядке. Давайте сопоставим с моим Pocophone F1 по габаритам. Ну, смотрите, как бы Pocophone, конечно, такой вот более компактный. Meizu смартфон у нас уже такой вот более стандартный габарит имеет, то есть здесь у нас, знаете, как вот по габаритам с Redmi Note 8 Pro. Но зато спереди, смотрите, какой он здесь у нас красавчик. Такие вот тоненькие рамки вверху и внизу. Давайте сопоставить с моим Pocophone F1. Видите, я тут скрыл свою монобровь. Ну, смотрите, видите, тут, конечно, Meizu, ну, реально очень-очень такой вот красивый и эстетичный смартфон. В общем, касаемо внешнего вида и сборки, здесь никаких претензий нет, но вот по материалам корпуса хотелось бы, чтобы он был хотя бы заднюю крышку имел из стекла. Смартфон работает под управлением фирменной прошивки Flyme 7.2 на базе 9-го Android. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с переводом на русский полноценная. То есть здесь все в порядке, никаких проблем с прошивкой у вас не будет. Ну, давайте быстро пробежимся по прошивочке. Что у нас здесь имеется? В экране можно менять вот здесь режим защиты зрения, то есть ночью пользоваться такого вот более без напряга для вашего зрения. ЦТУ температуру дисплея под себя более тонко настраивать можно. Также вот здесь показывать на выключенном экране, тут у нас есть функция так называемая Always On Display, многим уже известная. То есть можно различные стили отображения выбирать. То есть здесь все у нас настраивается, все можно сделать, то есть это все хорошо. Ну и плюс не забывайте, никатор событий также у нас здесь присутствует. Но, к сожалению, функции 10-дивных тут, к сожалению, нет. Это, конечно, печально. Вот здесь жесты навигации, либо стандартные как бы у нас жесты, либо тут у нас стандартные внизу у нас стрим, такие вот сенсорные кнопки можно сделать. Но так, в принципе, больше по Flyme сказать нечего. То есть, в принципе, все нормально, ничего не тормозит, не глючит, все работает шустро, верхняя шторка выглядит привычным образом. То есть здесь по ПО мне все оптимизировано достаточно хорошо. Google сервисы были все предустановлены. Тут у нас калькулятор, вот обновление функций. Вот здесь в инструментах тоже у нас дополнительные функции присутствуют. Чего нет, к сожалению, так это FM-радио. Вот FM-радио, к сожалению, сюда не завезли. Окей. Ну, давайте по стандартной схеме очищаем приложение с памяти, очистили, запускаем Play Market, скорость работы, все, как видите, прогружается быстро, моментально. Теперь Chrome, опять-таки, FOPDA, сайт открываем, давайте что-нибудь откроем, как видите. Ну, все прогружается быстро, никаких глюков, никаких проблем. То есть по ПО оптимизации все у нас здесь хорошо. И, кстати, тут что очень хорошо, что запись звонков есть. Запись звонков имеется, и это как бы такой вот приятный бонус, приятный. В общем, по программной составляющей никаких проблем у вас не будет. Давайте проверим работу сканера щитков пальцев. Он настроен в экран, и, как видите, отрабатывает он моментально. Никаких глюков и проблем нет. Функция Face AdLock тоже отрабатывает быстро, четко и как необходимо. В общем, здесь все у нас замечательно. Работает смартфон под управлением процессора Snapdragon 855. Это у нас 8-м гидрный процессор, выполненный по 7-м антронам техпроцессу. Графический чип Adreno 640, разрешение Full HD+, плотность пикселей составляет 383 ppi. Оперативной постоянной памяти, значит, есть у нас 3 модификации. 628, как у меня, 828 и 8256. Я обращаю ваше внимание, оперативная постоянная память у нас скоростная. Скоростная. По поводу NFC, к сожалению, его здесь нет. Но, как бы, остальные датчики все у нас имеются. То есть, ну, набор датчиков, в принципе, хороший. Мультитач на 10 касаний, все у нас замечательно. С Wi-Fi модулем тоже все хорошо. Через 4 стены пробивает уверенно. Поддержка полосы в 5 Гц тут у нас также есть. Теперь давайте посмотрим на результаты тестов Antutu. И для сравнения посмотрите на Pocophone F1 на 845 Snapdragon и на Realme X2 Pro на 855 Plus Snapdragon. Чтобы вы ориентировались на какие здесь показатели. Ну, как вы видите, показатели хорошие, как бы у всех трех процессоров хорошие показатели. Но для того, чтобы вы понимали, какая у нас здесь такая вот есть эволюция. Теперь на результаты троттлинга теста смотрите 30-минутного. Как видите, тоже троттлинг, конечно, есть. Но, в любом случае, как бы, минимальное значение 134 гипса. Это очень высокие. Так что, как бы, по поводу троттлинга я бы здесь вообще не переживал. И теперь посмотрим на результаты теста скорости оперативной постоянной памяти. Опять-таки, в сравнении с Pocophone и Realme X2 Pro. И как-то, вот видите, по постоянной памяти немного он опередил X2 Pro. Ну, как бы, и там, и там у нас постоянная память USB 3.0. Но, в любом случае, здесь немножко лучше. Оперативная память, как бы, ну, видите, на уровне, опять-таки, X2 Pro. Pocophone, конечно, по скорости памяти немного и наступает. Теперь посмотрим на наш экран. Смотрим экран на Super AMOLED. Ну, к экрану у меня претензий нет. Качественный, хороший, глубокий черный цвет. То есть, все у нас отлично. А по углам обзора тоже все у нас замечательно. Есть, конечно, у него недочет в плане того, что нет функций устранения мерцания 10 димин, к сожалению, в прошивке. Но, как бы, а так, в остальном экран флагманский. Флагманский никаких нареканий не вызывает. По максимальному, минимальному порогу яркости тоже все комфортно. И в полной темноте сможете пользоваться. Видите, вот мерцание в полной темноте ощущается. Как бы, у меня зрение там лет не устает. Но у кого-то есть, бывает, устает. В общем, минимальный хороший, максимальный хороший. Но учтите, что 10 димин функций тут у нас нет. Смартфон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. В том числе, 7 и 20. Несмотря на то, что у меня китайская версия. То есть, даже в китайской у вас есть поддержка всех необходимых бендов. И это очень хорошо. Качество разговора динамика и микрофона отлично. Я слышал собеседника отчетливо и без помех. И он тоже мне слышал отлично. Качество звучания в наушниках тоже флагманское. Поддержка кодека IPTX есть. Имея хорошие наушники, в целом будете довольны звучанием в наушниках, уверяю вас, на 100%. Давайте проверим звук внешней динамики. Ну что могу сказать, друзья. Здесь у нас оказывается стереозвук. Он хороший, качественный. Звук такой получается объемный. Частота диапазона у динамика тоже достаточно хорошая. Прослушивается весь необходимый спектр под частотам. Так что к внешнему динамику здесь вообще претензий нет. Он здесь флагманский. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице на сегодня пасмурная погода. Значит спутники ловят смартфон отлично. В районе 25, не 30 спутников определяет. А это отличный показатель. GPS-глаз и WDO поддержка здесь есть. Касаемо игр здесь вообще отличная ситуация. Думаю, вы сами знаете, что Snapdragon 855 будет тянуть абсолютно все игры на максималках, без каких-либо навыков на подтормаживание. Asphalt 9, PUBG, танки. В общем, все самые современные игры можно играть на максимальных настройках графики и не переживать. И тут даже есть такой вот игровой запас года на два вперед, это уж точно. При этом нагрев корпуса достигается до показателей в 39 градусов. Я дискомфорта вообще не испытывал. Процессор гается до показателей в 50 градусов. Это нормальное значение, так что ни перегрева, никаких проблем с играми здесь у вас вообще не будет. Давайте посмотрим на яркость фонарика. Ну смотрите, по запасу яркости все у нас здесь отлично. То есть с фонариком все у нас здесь в порядке. Теперь по поводу камеры. Камера у нас здесь имеет тройной модуль. Основной объектив на 12 мегапикселей Sony IMX362. Также широкоугольный объектив от Samsung. И еще один объектив у нас для измерения глубины резкости, так называемый портретный. По поводу интерфейса камеры. Вот таким вот образом он здесь выглядит. Замедленная съемка, панорама, ручные настройки, ночной режим. И, кстати, ночной режим со штативом. Очень хорошо помогает, если у вас есть штатив. Ночью можно делать реально очень и очень крутые снимки. Значит, что еще здесь интересного. Запись видео максимально поддерживается в 4К разрешении. И есть 4К 60 фпс. Это реально круто. Но, к сожалению, нет стабилизации при всем при этом. Стабилизация есть только при HD и Full HD разрешении. 60-30 фпс. Значит, вот таким вот образом у нас здесь основной объектив. Вот так переключаемся на широкоугольный. В целом, как бы по объективам все у нас здесь хорошо. Фотографируют и широкоугольный, и основной объектив хорошо. Это у нас здесь такой вот цифровой зум. Никакого такого оптического зума у нас здесь, к сожалению, нет. В общем, в принципе, камера основная хорошая. Плюс можно поставить в углу камеру и как бы поиграться, выбирать там различные режимы. В общем, по основному объективу все у нас замечательно. По фронтальной камере она на 16 мегапикселей. И здесь есть недочет. Опять-таки, очень часто в смартфонах Meizu я почему-то не в фокусе. Вот объект, который ходит из-за мной, вот видите, обои, здесь в фокусе. А вот я не в фокусе. Я не знаю, почему так очень часто. Вот когда я выбираю портретный режим, немножко вроде бы как ситуация улучшается. То есть вот в Meizu 16XS такая же была проблема. И, по-моему, в Meizu X8 такая проблема была. То есть Meizu, я не знаю, почему-то неправильно выставляет фокусное расстояние на фронтальной камере. То есть я, получается, немного размытый. И такой вот четкий, резкий. И лично это мне не нравится. Может быть, они специально это делают. Китайцам нравится, когда лицо размытое. В общем, я не знаю, как решить эту проблему. И в Google камере такая же вот фигня. В общем, по фронтальной камере есть недочет. А там смотрите примеры фото и видео. И оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Запись видео производится в Full HD разрешении. Но 4К также у нас поддерживается. Значит, автофокус отрабатывает быстро, моментально. Значит, стабилизация у нас работает только при Full HD и HD разрешении 30 FPS. При Full HD 60 FPS она у нас не работает. И при 4К 60 и 30 FPS тоже у нас не работает. Как быть, у нас стандартная картина. Значит, цифровой зум 8 раз. Детализация, в принципе, достаточно неплохая. Ну, в общем, качество этой съемки хорошее. Хорошее снимать можно. Но жаль, что при 4К, к сожалению, нет стабилизации. Теперь давайте проверим запись видео при 4К разрешении. Как видите, стабилизации у нас, к сожалению, нет. Поэтому снимать можно только стоя. И ходить как бы особо не стоит при 4К разрешении. Но, по крайней мере, снимать можно. Так что тут уж решать вам. Далее проверим запись видео при недостатке света. Как у нас с фокусировочкой. Моментально, быстро, дальний объект съемки. Стабилизации сейчас по 4К у нас разрешения нет. Но часто кадров у нас не падает. Все в порядке. И так с фокусом тоже полный порядок. Ну и напоследок привычная запись видео со вспышкой. Яркости у нас более чем достаточно. И с фокусировкой тоже все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, слушайте. А вот при записи видео с фронтальной камеры вроде бы как лицо у меня в фокусе. Смотрите, сами оцениваете. Ну, в общем, не знаю, с чем все-таки это связано. Но мне кажется, что это какой-то программный бах непосредственно самой камеры. Емкость струйного аккумулятора составляет 4500 мм. Давайте посмотрим на результаты разряды смартфона в разных условиях. Час просмотра видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. Час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости. И насколько смартфон садится за ночь при активной сим-карте. А как видите, показатели хорошие. То есть день гиперактивного использования, либо два дня среднеактивного использования, он из выдерживать будет без проблем. Быстрая зарядка у него также поддерживается. В общем, по автономности и скорости зарядки тут у смартфона все у нас в порядке. Итак, друзья, давайте подойдем итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более объективным и наглядным, воспользоваться нашей традицией со всеми характеристиками. Что я могу сказать про данное устройство? В целом, я считаю, что аппарат удался. Каковы главные его достоинства? Это, конечно, мегамощный процессор Snapdragon 855. Мощности которого хватит года на два вперед, это уж точно. А также порадовала его автономность. 4500 мАч дают о себе знать. То есть проблем с автономностью у вас вообще не будет. Еще мне понравилось то, что у него есть стереозвучание. Это тоже, кстати, такой вот немаловажный аспект. И ощущается, что у нас здесь звук такой вот флагманский. Сам экран AMOLED матрица у нас видно, что премиальная. И вот знаете, вот этот форм-фактор лично мне больше всего нравится. То есть у нас здесь нет никаких вырезов, никаких капелек. То есть все симметрично, эстетично. То есть в этом плане Meizu реально молодцы. А вот касаемо недостатков, тут я бы выделил то, что у нас смартфон, к сожалению, имеет заднюю крышку выполненную из пластика. То есть не стекло, лично мне это не особо нравится. А также в категории недостатков можно найти отсутствие модулей NFC, функции устранения мерцания DCD. Но как по мне, главный недостаток это то, что вот фронтальная камера немного мылит. Не знаю, с чем это связано. Может быть в будущих обновлениях это исправят. Но как видите, во время видеозаписи вроде бы как я в фокусе. Во время фотографии как-то лицо немного размытое и не в фокусе. То есть в этом плане есть такой вот недочет. Ну а так, в общем и в целом, я считаю, что аппарат заслуживает вашего внимания. И рекомендую к покупке, я считаю, что его можно. Это сравнительные мега-обзоры с участием данного аппарата. Так что в будущем обязательно еще сопоставим его с другими смартфонами. И там в реальности посмотрим, насколько он реально конкурентоспособен. И если не хотите пропустить такие вот сравнительные мега-обзоры, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. На этом большое всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в будущих обзорах!